Партнер проекта сайт manutd.one Привет, друзья! С вами Миша. И мы потерпели первое поражение в премьер-лиге при Сульшере. Но, друзья, сегодня я вам... Моя задача сегодня вам, во-первых, объяснить, что ничего страшного не произошло. И, более того, очень много приятных неожиданностей для меня случились в этом матче. Так что, честно, вот честно, конечно, я расстроен. Конечно, это было печально. Было печально наблюдать последние минуты, когда, ну, в принципе, как-то уже начинало попахивать безнадегой. Это, конечно, все да. Да. Но, по сути дела, только позитивчик. Только позитивчик, друзья. И мы смотрим на старт у Ростанов. Оле окончательно перешел на 4-4-2. Я состав не угадал в плане того, что был Фред вместо Перейры, да. Ну и Матич. Матич остановился. Матич, он играл вместо Мак Томинэ. Так вот, в остальном же такая расстановочка, где вдруг неожиданно у нас Пагба становится, собственно, левым полузащитником, да. Вообще, отвык глаз, если честно, отвык глаз от такой расстановки с двумя яркими форвардами, где нет, как таковых, как бы, вингеров, да. То есть, мы привыкли 4-3-3 вингеры. А здесь, как бы, вот, правый полузащитник и левый полузащитник. Очень необычно. Ну, конечно же, Фред и Матич играли глубже, да. А Долот с полем Пагба были выше. Ну и при этой схеме, в принципе, не сильно высоко поднимались Эшли Янг и Люкшо, особенно касается Янга. Не так уж часто он подключался к атаке. Друзья, в чем было вообще дело? Почему так обидно и кому-то может показаться довольно безнадежно мы проиграли этот матч? Значит, смотрите, просто был один из тех дней, когда все было против нас. В моментах создали мы больше арсенала, явных уж тем более, да. Там 2-100% возможности были, по крайней мере, у Лукаку. Были у нас там, собственно, его перекладина, да, была штанга Фреда. Во втором тайме, после выдающегося абсолютно разрезающего паса Решворда, Лу должен был забивать, да. И какой-то такой-то обидный пенальти, гол, который пропустил Дехея. Здесь обсуждать можно, конечно, долго, но обсуждать здесь нечего. Мяч нырнул, да, тут такая была траектория. Дехея просто неправильно прочитал эту траекторию, такое случается. Вот, ну, пенальти все-таки был. С чего я бы хотел начать? Я боялся, я боялся того, что мы окажемся эмоционально и физически перегоревшими. И именно в этом матче будем выглядеть немножечко такими, да, как бы, вареными курицами. Ну, как бы, относительно того, какими мы можем быть, имеется в виду. Что же произошло на самом деле? Действительно, Юнайт играл в не сильно, не очень интенсивный футбол. Нас действительно не хватало на то, чтобы выглядеть какими-то, знаете, агрессивными, кусающими. Такого ничего не было. У Оли была задача довольно прагматичная. Отталкиваясь, опять же, от соперника, дав ему больше свободы, в первую очередь, в центре поля. Да, то есть, с одной стороны, кажется, что... Быть может, на самом деле, то есть, не Оля, не по своей задумке, так сдал прямо середину поля. Матич оставался неудел раз за разом. Да, то есть, ну, центр поля мы, если не провалили, то, ну, проиграли уж точно. Вот. Так что, задача у Оли была довольно прагматичная. В этом немножко схожий матч с игрой против пассажир. Больше дал свободу сопернику. Вот. Мы должны были их как-то кусать на контратаках. Но еще был, конечно, фактор Погба, который не было с пассажиром. Поль играл очень солидно. Не то, чтобы сильно много чего-то он создал, но в целом, конечно, Погба очень зрелый и выглядел и матерый. Как, собственно, во всех последних матчах с его участием. Но, конечно же, не были так, как в матче с пассажиром Решфорд и Лукако отрезаны от внешнего мира. И, то есть, моменты, опять же, были. Они сами их себе создавали. Вот. Диогу дал от, наверное, мог бы быть и, ну, не знаю, мог бы быть и поострее. Но, в целом, наверное, опять же, да, здесь сказывалась какая-то усталость. И мы могли больше, арсенал позволял нам делать больше, да, но мы этим не пользовались. То есть, задача была создать минимум моментов, сыграть спокойно, не расходуя последние оставшиеся какие-то силы. То есть, предпосылки к этому были, да. То есть, отчасти, конечно, пассажир, по большей части, конечно, была просто на нашей стороне удача, да. То есть, мы забивали все, что создавали и даже не создавали. Там ошибки были у соперника. Здесь же надо было просто использовать те пару моментов, которые у нас были, и все. Вот. Так что, гол, который они забили, это чистая вода и футбольная удача. Вот. Ну, и пенальти был совершенно тоже необязательный. Но, с другой стороны, понимаете, Наверное, Арсенал, конечно, на гол наиграл. Очень хороший был для Казет. Мне кажется, лучший игрок этого матча. Вот. Но, а что же касается лучшего игрока в составе Юнайтед, друзья, то я скажу, я скажу, сейчас назову человека, наверное, в которого вы, многие из вас, плюете и кидаете помидоры. Это Фред. Фред меня очень, очень приятно удивил в этом матче. Вообще, Сульшер продолжает открывать хорошее качество в разных игроках. В основном атакующего плана качества, да. Раскрывает, он прям раскрывает. А что касается Фреда, так как он в этом матче, насколько он был хорош, насколько он был Эрерой, я просто поразился. Он отбирал, то есть, именно в отборе, именно в разрушении. Мне очень понравился Фред. Вы знаете, что он делал? То есть, он очень хорошо читал игру. И он, он оказывался там, где мяч, да. И он, то есть, сразу же, как соперник этот мяч получал, там же была нога Фреда, который этот мяч отбирал, да. То есть, ему не приходилось, в основном ему не приходилось как-то там бегать между футболистами, там, покидаться в каких-то подкатах. Он просто оказывался в нужном месте, очень энергично двигался, очень хорошо отбирал мяч и отдавал партнеру. И отдавал вперед, как бы начинал атаки. Вот. Вот, в этом компании, вот сейчас, вот в этой игре, я увидел, чем нам реально Фред может быть полезен. Ну, то есть, он, на самом деле, он такой футболист и есть, да. То есть, насколько я знаю, в Шахтере он был именно таким вот, разрушительного плана футболистом, начинающим атаки, отдающим там дальние передачи, в частности, да. Ну, он вот такой центральный, слэш, опорный полузащитник. Очень, очень, вполне себе Фред. И, ну, пенальти, конечно, заработал он глупо. Там, ну, действительно, там был удар по ноге, там еще он, по-моему, рукой его пихнул. Но, то есть, это, это просто был очередной знак того, что в этой игре, ну, футбольные боги просто были не на нашей стороне. Эта фраза может показаться вам какой-то такой, знаете, просто оправдывающей, общей фразой. Но, на самом деле, очень многое в футболе лишает именно удачи. Вот, если вы мне не верите, то пересмотрите матч с пассажиром. Так что, обидно, что именно Фред, обидно. Но, с другой стороны, да, то есть, опять со стороны болельщиков пойдет какой-то хейт, наверняка. То есть, пока все это время Фред, ну, просто не показывал какого-то такого прям футбола. Так что, на него неблагодарные болельщики не накидывались. А вот сейчас, когда вот он прям привез, в комментариях, я думаю, что, в первую очередь, ну, гнилыми комментариями вообще славится, конечно, официальная соцсеть United, да, где люди пишут по-английски со всего мира в комментариях. И очень любят поносить, да, Лукаку, того же самого, да. И, ну, сейчас, наверное, накинуться на Фреда. Вот, но, так как вы, ребята, вы болельщики элитарные, мы, то есть, общество таких адекватных болельщиков, я на этом настаиваю. И задача моего канала вообще в целом создать именно такое сообщество людей, которые, мысли здраво, критикуют футболистов, ругают футболистов, там, или хвалят, когда это нужно. Но, вот так вот, знаете, просто не видя того, что человек делает на самом деле, начинать его сравнивать с землей, это не про нас, друзья, это не про нас, вот, так что я очень вас призываю. Как бы, действительно, понятно, что он сделал глупость очень важную, то есть, он мог действительно хорошо провести матч, но одним вот этим действием все перечеркнуть. Конечно же, да, да, то есть, ты, когда играешь в своей штрафной, надо немножко включать мозги. Это все понятно. Но, то еще, чего у Фреда не хватало, он терялся в очень интенсивном английском футболе. Сейчас он уже выглядит гораздо более зрелым и матерым. То есть, в этом, конечно, работа Сульчера просто огромна и колоссальное ему респектище. То есть, что касается Давида Дахея, то, ну, здесь что? Ну, как можно ругать Дахею? Ага, вспоминаются мне голы, которые пропускали и куда более великие и заслуженные титулованные вратари, чем Дахея. Тот же Оливер Кан. Многие из вас, может, еще и не родились в 2002 году, когда Кан допустил грубейшую ошибку в финале чемпионата мира. Да, бил Ревалда, он отбил перед собой в стиле Буфона. Тот же самый Буфон, вот, пожалуйста, вот сейчас. Но, ну, как бы, здесь, что, 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 ну, да, это ошибка Дахея. Там не была какая-то, знаете, сумасшедшая траектория, когда мяч просто залетает в девятку, там какой-то супер пушечный удар. Нет. Да, то есть, вратарь траекторию такую читать должен. Но что-то, вот, как бы, не зашло. Не суть важна, ребят, действительно, на самом деле. Вот. Так что позитивы здесь в том, что вернулся Марсик, голодный, да, то, что вернулся Матич. Потихоньку ребята возвращаются в этот важный отрезок. То есть, их отсутствие тоже было позитивным в том плане, что смог раскрыться и Фред, и Перейра, и Скотт Мактоминой, конечно же, в первую очередь. Да, то есть, Гринвуд вот сейчас тоже вышел на поле, то, что молодняк подтянулся. Это все позитивные, очень, ребят, то есть, нет худа без добра, да, то есть, если бы не... Вы помните, как вообще дебютировал Решфорд? Он дебютировал на фоне, там, каких-то страшных травм у Ван Галя, когда уже некого было выпускать. Ну, то есть, так и происходит все это. Так что это всегда, это есть как раз то самое добро, которое на фоне худа. Так что, здесь, в этом матче, из позитивного, друзья, ну, пожалуй, что все. Все остальное, это, конечно, то есть, позитив для меня был, это Фред. Позитив для меня был увидеть новую расстановку у Сульшера и понять, что сейчас... Я долго думал, что будет с Лукаку, да, когда все выздоровеют, потому что Лукак уже был запасным у Сульшера. Сейчас понятно, что вряд ли отойдет Сульшер от расстановки с двумя центральными нападающими. И ему будет место на поле, да, потому что справа, соответственно, вместо Долота будет играть, скажем, будет играть Джесси. Слева, левым полузащитником, скажем, слева может играть Марсик, да, соответственно, Погба там будет, вместо Фреда будет там Погба и Матич в центре поля. Вы скажете, а куда в этой схеме девать Эреру, здесь, конечно, да, здесь, конечно, да, вот, так что, может быть, Оля, ну, может быть, в зависимости от соперника Оля будет перестраиваться на, там, 4-4-2 ромб или 4-3-3, так что, по сути, вот, Лукаку действительно нашлось место. Они очень хорошо взаимодействуют с Рэшвардом. Каков Погба именно в качестве левого полузащитника? Ну, на самом деле, сейчас это, а то, что он там, им стал номинально, ничего сильно не поменялось. То есть, та зона, да, которую покрывала в этом матче Погба, это, в принципе, есть его излюбленная позиция, так что здесь он, конечно же, все время смещался ближе к центру. Вот. Досадно, досадно, друзья. Вот, если вы посмотрите на турниру таблицу, конечно, здесь была у нас возможность сравниваться с Тоттенхэмом, который проиграл, да, и Челси вот очки потеряли, сыграли в ничейку, там, вырвали буквально на последних секундах ничью. Вот так что, ну, сейчас, друзья, сейчас мы отстаем от Арсенала, конечно, на 2 очка. Но, ребят, 30-й, знаете, вот 30-й тур, это какой-то уже такой психологический, не знаю, как у футболистов, но вот у меня, по крайней мере, уже такая, уже финишная некая черта, уже 30-е, когда пойду. Вот, пошли уже туры, но еще играть прилично много, вот, так что здесь, здесь мы можем вполне себе зацепиться, вплоть до третьего, конечно же, места, да, то есть, ну, 2 очка, это все ерунда. Да, 2-3-4 очка на таком отрезке. Конечно, я думал, что у Арсенала будет больше проблем, они будут менее стабильными, но, вы видите, видите, никто не собирается ничего своего выпускать, так что это будет, этот финиш чемпионата обещает быть одним из самых, самых захватывающих вообще за последние годы, учитывая еще зарубу Ливерпуля и Сити за первое место. Вот, так что, друзья, дальше нам надо сосредоточиться уже, конечно, на Кубке Англии, в следующее воскресенье нам там играть. То есть, вот сейчас я рад тому, что мы всю неделю отдохнем, что ребята травмированные, возможно, кто-нибудь, наверняка, кто-нибудь из них подтянется уже, из тех, кто был, может, там какой-нибудь Джесси Лингер, тот же самый, или Эрера. Нужно ребятам отдохнуть психологически. Поражение, такое поражение, оно, конечно, пойдет нам отчасти на пользу, потому что нужно все-таки, эта эйфория прошла, нужно как-то приземляться, опускаться на землю, смотреть на какие-то проблемы, которые есть в команде. Ну и, по сути, еще раз говорю, друзья, по игре нет каких-то фундаментальных, системных каких-то, знаете, вот ошибок, что-то, что сказать, что вот это нужно принципиально нам исправлять и с этим так дальше играть нельзя, такого ничего нет. Просто поражение из серии, когда боги посмотрели в другую сторону и сказали, а давайте-ка мы закрутим, хватит этому United, знаете, как-то вот так вот все на позитивчике, давайте мы немножко закрутим интригу, сказали боги и дали Арсеналу победить. Вот, ребят, так что давайте все просто спишем на злых футбольных богов, которые в целом, конечно, в последнее время нам довольно благосклонны. Ну, ребят, смотрите, очень трепетно, очень трепетно нам сейчас всем перед жеребевкой Лиги Чемпионов, у нас впереди Кубок Англии, у нас мы в четверть финале Лиги Чемпионов, мы боремся за третье место в премьер-лиге, когда, казалось бы, четверка даже недосягаемая, да, соответственно. Ближайшая игра в Кубке Англии, мы можем этот турнир выиграть, ребята, игроки получили травму, но не серьезно, и они снова отращаются в состав, так что мы с вами начнем на позитивчике, а ваша задача предельно простая. Это поддерживать тех, кто поддерживает меня, это очень хорошие люди и очень талантливые. ManUtod.one, ссылочки там внизу в описании. Наш канал в Телеграме, где записи всех абсолютно матчей, вы можете всегда посещать этот паблик, он очень растет, там уже практически тысяча подписчиков, это очень круто, это очень круто, друзья. Не забывайте про родимый наш маленький, скромный, ну такой теплый и уютный паблик, мы Юнайтед, друзья. Обязательно нажимайте на колокольчик, потому что вы будете всегда знать, когда выходят новые видосы, а в последнее время вы знаете, что видосики новые. Иногда абсолютно неожиданно вылазят в то время, когда вы их и не ожидаете. Подписывайтесь, мои дорогие, ставьте лайки, никогда не отчаивайтесь, потому что мы Юнайтед. С вами был Миша, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok